Представители общественных советов микрорайонов, председатели ТОСов, Советов многоквартирных домов, порой даже лучше сотрудников правоохранительных органов, знают, что происходит во дворах, в подъездах, на улицах. Душой радеют за благополучие и спокойствие в их районах. Сотрудничество с активистами налаживает прокуратура. Работу по противодействию наркомании будут строить именно на основе обращений жителей. Общественников просят сообщать о нехороших квартирах и фактах распространения запрещенных веществ. Мы собрали, в широком смысле, слово говоря, общественные советского района для того, чтобы ориентировать их на информирование правоохранительных органов о фактах употребления наркотиков, о фактах создания притонов и любых негативных явлений в этой сфере. Я думаю, что совместными усилиями правоохранительных органов и общественности мы поборем это негативное явление. Несколько проблемных адресов, где торгуют смертью, были названы на встрече в администрации советского района. В ближайшее время туда нагрянут правоохранительные органы. Общественные советы уже активно работают над профилактикой наркомании собственными силами, общаются с жителями и проводят профилактические беседы с молодежью. Наша цель общественников, да, все-таки вести здоровый образ жизни, мы встречаемся с населением, да. Для нашего общественного совета Слободской это кипящий самовар, чай, ну и, конечно, вот такие вот 50-х годов застолья небольшие. Чаем, ну и вот подтягиваем к себе молодежь для здорового образа жизни. Впрочем, как отмечают и общественники, и представители прокуратуры, положительная тенденция уже наметилась. За несколько месяцев заметно снизилась уличная преступность и количество нетрезвых людей во дворах. Причина – усиленное патрулирование города полицейскими и добровольными дружинниками. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.